Давайте рассмотрим возможности программного продукта по позиционированию различных элементов, то есть по выравниванию. Создадим ряд определенных элементов, которые необходимо будет выровнять. После этого возьмем инструмент выбор, горячая клавиша пробел, выделим все эти элементы. Как только два и более элементов выделяются, у нас на панели свойств активного инструмента появляется доступ к кнопочке, вызывающей палитру выровнять и распределить. Выглядит эта палитра следующим образом. Выделим опять все наши элементы и посмотрим на какие вкладки она разделена. Например, нам с вами необходимо выровнять по какому-то верхнему краю, допустим по этой части, наши выделенные элементы. Находим соответствующую управляющую кнопку, которая позволяет выравнивать по верхнему краю выделенные элементы. Если некоторые из объектов необходимо отцентрировать, значит эти объекты можно отдельно выделить, зажав кнопочку shift на клавиатуре и выбрать центрировать допустим по горизонтали, далее можно выбрать центрировать по вертикали. Значит и все объекты, которые были выделены, будут соответствующим образом выровнены между собой. Точно так же есть возможность выравнивать по нижнему краю объекты, по граням боковым правым-левым. Точно так же для выравнивания возможно использовать горячие клавиши. Например, если мы хотим выровнять выделенные объекты по левому краю, нажимаем кнопочку left, L, буковка. Если хотим выровнять по правому краю, нажимаем кнопочку right. Если мы хотим по верхнему краю, нажимаем кнопочку T, top. Если по нижнему краю, нажимаем кнопочку B, bottom. За это отвечает пункт меню, объект выровнять и распределить. Значит здесь мы с вами видим наиболее часто используемые команды, а так же горячие клавиши к этим командам. Следующая вкладка служит для распределения объектов. Причем мы можем распределять объекты как внутри самой страницы, так и внутри выделенной области. Например, мы хотим равномерно внутри страницы распределить расстояние между вот этими вот объектами. Выделяем эти объекты и находим соответствующий управляющий элемент распределения расстояния по горизонтали. Нажимаем кнопочку и по странице здесь вот мы видим одинаковое расстояние между графическими объектами. Ctrl-Z отменяем действие на шаг назад, переключаемся в режим распределения по выделенной части и нажимаем ту же самую кнопочку распределить расстояние по горизонтали. В данном случае в качестве ограничительных элементов использовались крайние два элемента, которые установлены по бокам. За эти ограничители объекты не выходят в режиме распределения объектов по выделенной области. Ну и соответственно, если необходимо, например, выровнять по горизонтали расстояние каких-то объектов, мы с вами нажимаем соответствующую кнопочку распределения расстояний по вертикали. Также существует великое множество вариантов распределения объектов по отношению к их краям, по отношению к центральным точкам горизонтальным и то же самое существует по вертикальным элементам. Дополнительно можно использовать различные режимы, применяющиеся к активным объектам, к краям страницы, к центру страницы, к сетке или к указанному какому-то ориентиру. То есть нужно не забывать, если мы с вами выделяем объект с зажатой клавишей shift, значит ориентиром будет для того же выравнивания, например, являться последний объект, который мы с вами выделили. То есть вот этот вот левый квадрат. И выравниваться будет все это дело именно относительно его в данном случае. Или если мы выберем правый квадрат, вернее, во время выделения нужно выбрать правый квадрат, если мы хотим выравнивать относительно этого объекта. В случае необходимости вызова управляющего окна выравнивания и распределения, мы можем воспользоваться несколькими методами. Если это окно на данный момент неактивно, мы можем нажать кнопку его вызова или горячую комбинацию клавиш ctrl-shift-a. И эта панель настроек команд выравнивания и распределения будет активна. Также с помощью меню объект выравнять и распределить тоже точно так же можно вызвать это окошечко. Ну и все управляющие палитры находятся в пункте меню «Окно», «Окно настройки», откуда мы можем вызвать соответствующие команды, соответствующие палитры. Рассмотрим следующую управляющую палитру, которая также может быть вызвана из пункта меню «Объект преобразования» палитра преобразований. Также вызов ее возможен с помощью верхнего пункта меню «Окно», «Окно настройки», «Преобразование». Здесь мы можем выбрать любой из вкладок. Например, палитра преобразования состоит из пяти вкладок соответствующих команд. Например, первая команда задает положение объектов. Мы с вами можем позиционировать объект с помощью выделения и перемещения его с помощью инструмента «Выбор». Можем задавать его местоположение с клавиатуры, задавая значение в соответствующие поля ввода информации. И мы можем точно так же задавать эти местоположения объектов с помощью палитры преобразований перемещения. Здесь мы можем активировать кнопочку относительных координат и перемещать на определенное количество единиц измерения длины по «Х» или по «У». Нужны нам объекты. На этой палитре присутствует кнопочка «Применить». И если мы установим в поле ввода копии определенное количество копий, мы с вами можем расклонировать наш элемент с заданным шагом по горизонтали или по вертикали, или и по горизонтали, и по вертикали. Создавая таким вот образом массивы каких-то геометрических объектов. Следующим пунктом есть команда «Вращение». Напоминаю, что вращение осуществляется вокруг центральной точки объекта. Для того, чтобы увидеть, где оно находится, на выделенном объекте щелкните еще раз левой кнопочкой мышки, и у нас с вами будет продемонстрирован центр вращения данного объекта. Мы с вами можем задать вращение на определенный градус. И проворачивать относительно центра вращения на определенный градус. Также, задавая количество копий, мы с вами можем получать довольно интересные графические объекты. Если мы сместим, например, центр вращения одного объекта в другой, зададим определенный градус поворота и провернем, мы с вами можем получить вот такой вот результат вращения относительно смещенного центра объекта. Также во время данной операции можно задать еще и перемещение вдоль одной или другой оси. В этом случае у нас с вами возможен еще один из вариантов получения вот таких вот графических объектов. Со смещением, со смещенным центром. Также можно задавать с помощью управляющих элементов нахождение центра вращения внутри объекта. То есть, по умолчанию, это центр какой-то геометрический, ну или один из его краев, за счет чего мы можем получать достаточно интересные объекты. Следующий свиток содержит вкладку, которая позволяет масштабировать, ну и отражать каким-то образом наши графические объекты. По умолчанию здесь стоит в процентах масштаб по x, по y и масштабирование ведется, допустим, пропорционально, если стоит эта галочка. Если галочка не стоит, масштабирование можно вести непропорционально, искажая пропорции графического объекта. Также можно масштабировать объекты, используя копии в качестве результата масштабирования. Можно убрать галочку пропорционально и установить центр пропорциональности, например, внизу страницы. Из этой страницы будет производиться масштабирование объекта. Следующий пункт свитка, свиток размер, который позволяет нам с вами изменять размеры нашего графического элемента. Опять-таки с галочкой пропорциональности или без нее мы можем получать различные варианты. И создавать копии этих объектов, если это необходимо. В данном случае объект не менял свои размеры, поэтому все копии, созданные, находятся один на другом объекте. И последний пункт является наклон. Значит, мы можем задать по x или по y в градусах наклон, например, опять-таки применить копию объекта. И получить вот такой вот, какой-то графический элемент. Использовать в качестве центра можно в том числе точку привязки. Например, с одного из боков. С этого бока или с другого. Ну, или с центральной точки самого объекта. Вот все методы преобразований объектов, доступных из свитков трансформации. Управляющего окна трансформации и пяти его свитков.